Вы произнесли слово «безответственный», и в этом вы, кажется, повторяете, ну, не то чтобы вы повторяете за Владимиром Познером, говорите то же, что говорит Владимир Познер. Он тоже долгие годы, когда его спрашивали об этом, говорил, что вот журналист, я сказать, человек ответственный, у него есть редакция, ну, в общем, вот всё вот это вот. А блогер – это человек безответственный. А не кажется ли, что всё наоборот? Нет, 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 нет. Блогер зависим от аудитории, например. Нет, 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 нет. Вадим, у меня неверно трактует. А, хорошо. Да, и в редакции тоже человек безответственный. Я всегда был автором, если угодно, и поддержки концепции, что журналист, когда он добывает что-то, он не отвечает за последствия. А вот редакция, вот эта ответственная структура, которая ограничивается, ну как, закон ты должен соблюдать, ты в той или иной стране, в любой стране. И соблюдает закон не журналист, соблюдает закон редакция, юристы редакции, главный редактор. Есть уставы редакции, там некоторые редакции, например, запрещали до недавнего времени своим журналистам с именем пользоваться под своим именем соцсетями. И это был устав, не хочешь, уходи, это тоже правило такое, да. То есть журналист, он бессоответственный. Я узнал там, что, не знаю, я узнал, что сын Джо Байдена, Хантер, действительно торговал влиянием. Но я сторонник республика, демократической партии, да. Журналист, ты должен это отдать в редакцию, еще раз, отдать в редакцию, которая уже получит комментарии Хантера, его адвокатов, там, юристов, прокуроров, не знаю кого там, украинских. То есть неважно, да. Но ты, как журналист, добыв это, абсолютно не должен просчитывать последствия той информации или того мнения, которое ты добыл. Поэтому журналист – существо безответственное. И должно быть таким. Но теперь, я имею в виду в соцсетях или в Ютьюбе, значит, сняты эти ограничения, которые редакция на него возлагала. Недаром в каждой редакции сидели юристы. Каждый блогер не может иметь юристов. Потому что, естественно, что ты своей публикацией можешь нарушить чьи-то права. Честь и достоинство, коммерческая выгода, да много чего еще. Законы, наконец. Я же не должен понимать и трактовать, как трактовать первые поправки. Я же частный гражданин. Я трактую так, а на самом деле закон трактует иначе. Поэтому, на самом деле, я не соглашаюсь с тем, что у меня прерывал. У нас с Познером как раз диаметрально были взгляды на эту историю. И никакого отличия блогера от журналиста я не вижу. Только в том смысле, что журналист, находясь в медиа, он подчиняется неким правилам, которые выработаны в этом медиа. В другом медиа другие правила, в третьем медиа третьи правила, да. Здесь такие ограничения, здесь всякие, но у всех ограничения по закону. Но блогер таким образом просто выполняет еще и работу редакции для себя. Он сразу себе самый редактор и журналист. Да, да. И он не обязан объявлять о правилах. Он не обязан публиковать уставки. Фу, блядь. Не обязан о правилах. Я, например, напомню, что, например, в уставе «Эхо Москвы» было просто формально запрещено быть членом какой-то политической партии. Вот формально. Если ты член партии, взял и ушел. Потому что у тебя только один генеральный секретарь, твой главный редактор. Не может, два генеральных секретаря. Когда к нам пришла Ира Воробьева, которую я очень хотел взять, она была членом молодежного «Яблок». Я ей сказал, Ира, значит, вот я очень тебя хочу. Я считаю, что ты уже готова идти в эфир, но у тебя ночь на размышлении. Или ты уходишь из «Яблока», или ты не приходишь на «Эхо Москвы». Так оно и случилось. То же самое с совмещением разных государственных должностей. Андрей Черкидов, наш комментатор, в один момент был назначен уполномоченным по конфликту, ингурско-осетинскому конфликту. Он вынужден был покинуть «Эхо Москвы». Мы за ним зарезервировали его место. И когда он перестал быть уполномоченным, он вернулся в свой крест. Это правила общеизвестны. Они известны нашим зрителям. То же самое с финансированием. Мы всегда говорили, что у нас две трети с 2000 года «Газпром» является держателем акций. Мы никогда это не скрывали. Любые конфликты между акционерами мы делали публичными. То есть мы как бы своим зрителям рассказывали о правилах игры. И мы всегда говорили, да, они не акционеры, но все, что они, прибыль какую они получают, эфирно, это если что-то идет плохое про «Газпром», я им звоню и говорю, у нас через 40 минут будет вот это. Не хотите ли прокомментировать? И больше ничего. Ничего не было снято. Но мы это говорили нашим зрителям. Опять, надо быть честным. Вот это редакция. Это не журналист говорит, не журналист звонит. И когда, собственно говоря, «Газпром» взял контрольный пакет акций, отнял, можно сказать, у Гусинского контрольный пакет акций, ко мне пришли люди, которые говорят, ну давайте уходить. Я говорю, давайте уходить. И мы выиграли новую частоту, другую частоту, «Радиоарсенал», чтобы туда уходить. Потому что мы были уверены, что «Газпром» придет и будет нам, как акционер, навязывать свою редакционную политику. А мне нет. И я сказал тогда, до первого случая. И этот случай будет публичным. Значит, за 24 года моего главного редакторства у меня было три звонка господина Миллера. Два из них мы разговаривали про «Буранское стекло», кое-моему, коллекционер. Будете смеяться. Поэтому я всегда говорю и продолжаю говорить, что я благодарен Миллеру за то, что ни одного раза вмешательства в редакционную политику, как акционера, не было. Были просьбы, да, типа, вот у нас Тимошенко приезжала, значит, украинский премьер, она в эфире «Эхо». Мне звонят и говорят, у вас Тимошенко про «Газпром». Я говорю, у нас Тимошенко про «Газпром». А может и потом принять кого-нибудь из «Газпрома». Я говорю, ну, конечно, вторая сторона. А это не провоцировать самоцензуру с вашей стороны? Пусть вас никто напрямую не просил, но вы догадываетесь, что? Может, не понравится и заведомо не будете этого делать? Смотрите, конечно, провоцирует. Причем у журналистов, а не у главного редактора. Поэтому моя задача была борьба с самоцензурой. Особенно, когда смена шла акционера, да, это реальная борьба с самоцензурой была, потому что люди начали зажиматься. Я им говорил, это мои проблемы, мои проблемы, проблемы главного редактора, это такой HR. Это, да, отношения с органами власти, с политическими партиями, с политическими заключенными. С военными, с безопасниками, с Газпромом, с акционерами. Да? Это проблема главного редактора. И всем известен казус Александра Плющева, да, которого там уволили через мою голову. Это были мои проблемы. Я их поставил. Газпром-медиа, потом Газпром, потом администрацию президента. Это я их поставил на счетчик. Я их поставил на счетчик. Ну, хорошо, вот у вас на Эхе так работало, но вообще традиционная медиа, как институт, оно разве не провоцирует эту цензуру? Каждый ли главный редактор будет так, как вы, действовать? Ну, я не вижу в этом никакой угрозы, потому что у всех разный. Понимаете? В нормальном обществе у всех разный. И если там условно, я не знаю внутренне, американская внутриполитичность, условно, канал Фокс является консервативным, и он может цензурировать кандидатов, скажем, от демократической партии, то СНН не является консервативным, может цензурировать другое. И американский пользователь выбирает или смотрит и то, и другое. Пацаны не извиняются. Цензура, в принципе, нужна? Смотрите, ну, во-первых, я не разделю вашу точку зрения и скажу, что при Михаиле Сергеевиче Горбачеве было больше дозволено. По прессе? Безусловно. Ну как же? Ну вот безусловно. Ну я с вами не согласен. Ну вот мой опыт. Ну я помню, при Горбачеве, я в БМК работал, снимали фотографию какую-то, типа, грачи прилетели, потому что там купола церковные просматривались. Ну давайте, было несколько Горбачевых, скажем, с 87-го, 8-го года, больше. Борис Николаевич на самом деле не сильно нас любил тоже. И я напомню историю с куклами. Я ходил сам Борису Николаевичу отбивать тогда знаменитую, когда его генпрокурор Ильиченко... Он сказал, что он терпит, если остальные... Я терплю, и вы терпите. Сказал он при мне, Илью Шерко. А вот история не в цензуре, а в самоцензуре. Мне не кажется, что цензура нужна. И я считаю, что ограничения, которые вводятся в последнее время государством, прежде всего интернет-прессу, они избыточны и они неэффективны. Воспитывайте своих журналистов, главные редактора. Но у вас же есть цензура? Нет, у нас нет цензуры. Нет, у нас цензура. У нас в стране нет цензуры. Она запрещена законом. Вы хотите сказать, что я нарушаю закон? Я хочу сказать, что вы являетесь одним из пионеров от внедрения неких фильтров и ограничений высказываний. Нет, не высказываний. Это не так. Значит, у нас есть ограничения. У нас ни один журналист Эхо Москвы не может быть членом никакой партии. Не может входить в штабы никаких политических деятелей. Это абсолютно антиконституционное требование нашего устава. Но оно есть. Это правда. Вторая история. Есть ограничения государственные. Мы их соблюдаем, даже когда мы с ними не согласны. Вот сейчас у нас идет процесс. Мы его проигрываем за мат на нашем сайте в блоге Ксении Собчак. Кандидатов в президенты, когда она поставила ролик из Грозного, там матерились. И нам вынесли замечание, оштрафовали. Мы идем, идем и мы дойдем до конституционного суда. Потому что вы чего? Это здесь при чем? У нас есть действительно темы, которые я не приветствую на Эхе и ограничиваю. Например, я говорю, что не трогайте семьи и детей политических лидеров, если эти дети не участвуют в политической или экономической жизни. Это правда. И это не важно, чьи дети, Навального или Путина. Понимаете, да? Это общий принцип. И в этом смысле это не цензура. Если это никак не влияет, если жены никак не влияют, оставьте семьи в покое. И просто так, для того, чтобы макнуть. Есть издания, которые мочат по семьям во всем мире. Мы это не делаем. Это редакционная политика. Но она объявлена публично. Это знают наши слушатели. Это ничего тайного нет. Эти люди, которых мы не приглашаем на Эхо, их фамилии известны. Они объявлены публично главным редактором в эфире. С объяснением почему. Есть замечательный оратор и политический деятель, господин Дугин, который в восьмом году провел на Маяковке, на Триумфальный митинг «Закройте Эхо Москвы». Я ему закрыл Эхо Москвы. Я говорю, да, Дугин до тех пор, пока он не проведет митинг на Триумфальной площади «Откройте мне Эхо Москвы», мы откроем Эхо Москвы. Это все публично. Никакой другой цензуры нет. И это не цензура. Вы себя называете великим коммуникатором. Я себя называю коммуникатором, а великие меня называют другие. Но это правильно. Нет, но вы с долей иронии, может быть, но вы… Нет, я великий коммуникатор. Это правильно. Я люблю это делать. В том смысле, что вы устроите коммуникацию между разными стратами, которые не находят общий язык и даже враждебны друг другу. Вы знаете, когда начинался Майдан, еще Майдан шел, но не было переворота. Майдан 14-го года. 14-го года на Украине. Я в феврале был на оппозиционном горбодянском телевидении. Два часа был. И три ведущих ушло. И я говорил, пока вы не поймете, они поддерживали людей на Майдане, имеют право, редакционная политика заявлена. Да, они от вас другого ждали. Да, но я им сказал, пока вы не поймете, что полковник Беркут – это ваш сосед на лестничной клетке, чья жена приходит к вам, чьей жене просить соль. Да, он других политических взглядов и даже иногда стреляет в вас. Но вы граждане одной страны. И пока вы не начнете с ним разговаривать, вы будете стрелять друг к другу. Еще не было Крыма, еще не было Донецка, еще не было Луганска. Это был февраль 14-го или январь. Но я точно понимаю, что мы граждане одной страны. Если говорить о России, одной страны. Поэтому устраивать коммуникацию между людьми с различными, как бы так сказать, этическими, эстетическими и политическими взглядами – это в том числе работа медиа, мы площадка. Ну и моя отдельная работа, потому что я считаю это правильным. Я просто считаю это правильным. Но вот, допустим, не интересует, вы отдаёте себе отчет, когда вы публикуете, допустим, фотографию, где вы там в лондонском ресторане с Ходорковским, его любимой певицей Валерией и Осипом Пригожиным, что вы абсолютно оскорбляете своих слушателей, потому что им хочется думать, что существуют какие-то непремерные группировки. То есть существует эхо Москвы с условным Макаревичем и там ВГТРК с условным Кобзоном. И мысль о том, что Кобзон с Макаревичем где-то вместе выпивают и проводят время, и вообще являются единомышленниками и одним и тем же богам, это для них оскорбительно, для ваших слушателей. Ну, это они оскорбляются, не я же. Ну, вы отдаёте себе отчет, что в провокативном посыле вот этих ваших... Конечно, никакого не было про кого-то. Слушайте, я со своим сыном был в Лондоне. Михаил Борисовичем договорился встретиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским, с его дочерью. Не с Привожиным, с Ходорковским. В одном ресторане оказались Пригожины с сыном тоже. И мы с детей начали сначала, ну пусть дети одного возраста общаться, они начали и потом сделали фотографию на память. Слушайте, если думать о том, что кого-то какая-то фотография оскорбляет, это факт их биографии, но никак не моей. Это пусть об этом думает политический деятель Ходорковский, да, или там доверенное лицо Путина Иосиф Пригожин. И надо сказать, что тот и другой повели себя адекватно после того, как разразился скандал. А я-то что об этом должен думать? Да мало ни с кем я встречаюсь. Да вот фотография с Медведевым и с Путиным. И где-то фотография с Навальевичем. Ну и что? А вон с Шираком. Ну и что? Ну я так живу, а вон с Горбачевым. Ну вот я так живу. Но я так живу, это правда, и люди знают, что это правда. Вот я встретился, я отчитался перед слушателями. И меня совершенно не волнует, что их оскорбляют. Вот правда, абсолютно не волнует. Но тем не менее, вы, наверное, слышали заявление Владимира Яковлева, основателя «Коммерсанты». Не попадалось вам, где он обращался к коллегам, к журналистам. «Прекратите делать то, что вы делаете, значит, вот как бы сеять ненависть». Только это же не ненависть, это коммуникация. Да, но эхо Москвы разве, условно говоря, не разжигает? Эхо Москвы ставит проблемы, поднимает вопросы, тем самым, безусловно, разжигает страсти. Но в этом и задача медиа. Разжигать? Задача медиа – привлечь внимание к больной проблеме. Если у тебя болит, то, конечно, ты разжигаешь.